Сегодня хотелось бы поговорить об одном из важнейших вопросов, которые я обсуждал с моим учителем, заставивших меня самого обратить внимание на некоторые темные стороны жизни человека. Учитель как-то обратился ко мне. Представь, что Пророк Мухаммад сейчас находится среди нас. Давайте сейчас вместе просто представим, что вы один дома, и вдруг кто-то стучит в дверь. Открывая ее, вы видите перед собой посланника Аллаха. Спросите себя вот о чем. Будет ли посланнику Аллаха приятно войти в ваш дом? Будет ли он доволен тем, чем вы были заняты, когда были одни? Если ваш ответ нет, это говорит о том, что пришло время что-то менять. Клянусь Аллахом, сегодня мы отчаянно нуждаемся в кардинальных переменах. Без перемен в жизни каждого из нас в отдельности сложно говорить о глобальных сдвигах, об изменениях в масштабе всей уммы. В такие моменты вспоминается хадис посланника Аллаха, в котором говорится об опасности совершения тайных грехов. Мы знаем, что грехов существует великое множество, однако некоторые из них более разрушительны по своей природе. Как-то посланник Аллаха, сидел в кругу сподвижников и сказал им, что в его умме будут люди, которые придут в судный день с количеством благих деяний, подобным горе. Но Аллах Свят Он и Велико обернет все эти деяния в пыль. Саубан, один из подвижников, услышав эти слова, сказал «Опиши этих людей». И тогда пророк А.С. сказал «Эти люди – ваши братья и сестры по вере. Они также являются мусульманами, имеют те же черты, особенности, качества, что и вы. Они не просто мусульмане, они из числа тех, кто совершает ночные молитвы, подобно вам». Обратите внимание на то, кто задает этот вопрос. Сподвижник посланника Аллаха А.С. и Пророк А.С. далее рассказывает своим сподвижникам, наилучшему из поколений мусульман, говорит им, что будут люди, которые будут совершать этот определенный грех, такие же, как и вы. Они также религиозны. Однако, как только они остаются одни, то приступают к границе дозволенного Аллахом, Свят Он и Велик. О том, что каждый из нас совершает за закрытыми дверями, знает только один Аллах, Свят Он и Велик. И согласно хадису посланника Аллаха А.С., те, кто совершает эти грехи на постоянной основе, регулярно, неважно, сколько они постились и совершали молитв, сколько милости не отдали на пути Аллаха, если они не оставят эти грехи, велики шансы того, что досохранит нас Всевышний Аллах от этого, что они никогда не увидят плоды своих благих деяний в Судный день. В первую очередь, дорогие братья и сестры, хочется напомнить о том, что нам с вами не следует полагаться на свои благие дела. Даже если вы из числа богобоязненных мусульман, крепко держащихся за религию Аллаха, просите Господа Его милости, просите Его ввести вас в джанна по своей милости. Во-вторых, обратите внимание на Саубана, да будет доволен им Аллах, с подвижника пророка Мухаммада А.С., и его искреннюю озабоченность положением таких грешников и нежеланием быть из их числа. Подобно этому сподвижнику, помните о том, что когда бы вам не рассказывали о грехах, которые способны уничтожить ваши благие дела, стремитесь узнать об этом как можно больше, дабы избежать этого зла, иншааллах. О третьем пункте стоит упомянуть отдельно, поскольку он вселяет в нас надежду. Посланник Аллаха А.С., рассказав нам о людях, совершающих подобные грехи, в то же время указал нам на то, что они являются верующими. Другими словами, для таких простых верующих, как мы с вами, есть свет в конце тоннеля, иншааллах. Однажды мне довелось пообщаться с людьми, у которых была сильная зависимость от непристойного рода изображений онлайн. Как-то один из моих знакомых позвонил мне. Услышав, что он в слезах, я спросил, что случилось, почему ты плачешь? Он сказал, я снова занимался просмотром этих грязных видео, ау-ду-биллях. И пока я был занят этим, входная дверь вдруг неожиданно открылась, когда я вышел посмотреть, кто там, никого не оказалось. Он продолжил, но в том-то и проблема, он вышел на улицу, проверил дверь, никого вокруг не было. Было ветрено в тот день, и дверная ручка оказалась сломана, поэтому ветер легко открыл дверь. Я снова спросил его, так почему же ты плачешь? Он ответил, я вспомнил, как я боялся маму больше, чем Аллаха, но затем я быстро осознал, что Аллах на самом деле наблюдал за мной все эти годы. Ведь он сказал в Коране о том, что есть среди его рабов такие, которые будут скрывать свои грехи от людей, однако они не смогут скрыть их от Всевышнего Аллаха. Где бы вы ни были, Аллах с вами, наблюдает за вами. Субханаллах. И он продолжил, я испугался ветра, но не испугался всевидящего Господа, который управляет всеми ветрами. Это как раз то, о чем нам стоит задуматься, мои братья и сестры, в исламе. Тайны и грехи. Это то, что может полностью уничтожить ваши благие дела. Я хочу донести до вас одну важную мысль, дорогие братья и сестры. Аллах даровал вам ислам. Мы не настолько умны, чтобы с уверенностью утверждать, что эта религия, наш выбор, Аллахи. Сын пророка Нуха, алейиссалям, не спасся во время потопа, но тебя и меня Аллах сделал мусульманами. Отец пророка Ибрагима, алейиссалям, оказался обитателем ада, да упасет нас Аллах. А нас с вами, Господь всех миров, избрал для ислама. Как велико это благословение. Когда речь заходит о таких деликатных вещах, люди чаще всего спрашивают, в чем же решение? Я предлагаю следовать этим четырем пунктам в борьбе с тайными грехами. Прежде чем совершить сам грех, нужно вспомнить о двух вещах. Первое – устранить все источники соблазна, ведущие к совершению греха. Бывало так, что ко мне обращались люди со словами «Брат, вот мы молимся пять раз в день, совершаем все суннаты, заучиваем священный Коран, иногда возглавляем молитву, однако никак не можем оставить один единственный грех. Совершив его, мы раскаиваемся, молим Аллаха о прощении, находимся в состоянии печали неделю или больше, а затем все повторяется вновь. И снова мыкаемся в содеянном, а после опять впадаем в тот же грех. Этот замкнутый круг никак не разорвется вот уже много лет. Для того, чтобы решить эту проблему, необходим другой подход, а это устранение источника греха. Для кого-то этим источником является компьютер, для кого-то это интернет. Просто уберите этот источник из своей комнаты. Отключайте интернет после 20.00 вечера и проводите остаток дня с семьей, общаясь друг с другом. Уважаемые родители, не давайте своим детям телефоны и планшеты, которыми они пользуются в своих спальнях. Будьте бдительны и отнеситесь серьезно к тому, как ваши дети используют интернет и гаджеты, дабы избежать подобных проблем, да убережет нас Аллах. В момент совершения самого греха, когда вы уже не справляетесь с ситуацией и не в состоянии себя контролировать, хотя приложили все усилия для этого, именно в этот момент, когда вы вот-вот снова совершите грех, бегите, бегите, братья мои и сестры, позовите кого-нибудь, покиньте то место, где вы находитесь, переключитесь на что-то другое, выйдите на прогулку, смените обстановку, но не сдавайтесь так легко, попытайтесь отвлечься, чтобы сместить фокус внимания. В то мгновение, когда вы уже готовы впасть в грех, или вы настроились на просмотр очередного фильма, вспомните, братья, что это действует так же, как наркотик, и это может привести вас к тому, что будет запущен механизм, при котором мозг будет реагировать на эти действия так же, как на наркотики. Все эти романтические истории и любовные сцены, которые нам демонстрируют в фильмах, разрушают нашу психику. Они искажают наше представление о любви, близости и отношениях. Поэтому в момент, когда вы близки к совершению греха, бегите. Никто не отменяет тот факт, что мы живые люди, и несмотря на то, что мы можем изо всех сил держаться как можно дольше от греховного, мы все же допускаем ошибки и срываемся. Что же делать в таком случае? Грех уже совершен, как же теперь быть? На своей практике я встретил много людей, отчаявшихся в милости Аллаха. Они говорят, мы уже не раскаиваемся в совершенных грехах, поскольку их было так много, что мы потеряли надежду на прощение Аллаха, хотя так просили его уберечь нас. Каждый раз, возвращаясь в грех, мы уже не испытываем желания каяться. Поэтому первое, что следует делать, если вы все же впали в грех, никогда не сомневаться в милости Аллаха. Всевышний Аллах говорит в Коране, что никто не сомневается в его милости, помимо неверующих, помимо тех, в чьих сердцах вообще нет веры. Никогда не теряйте надежду на прощение Аллаха. Будьте настойчивы, взывайте к нему много-много раз. В один день Всевышний очистит ваше сердце, и врата его прощения распахнутся для вас. Не сдавайтесь, Всевышний Аллах говорит в Коране. «Скажи моим рабам, которые навредили себе чрезмерностью, не теряйте надежду на милость Аллаха». Поистине, Аллах прощает все грехи, ведь Он прощающий, милующий. Потому не теряйте надежду на прощение Аллаха и не переставайте каяться. Теперь, двигаясь вперед, как нам проживать эту жизнь как мусульманам? Первое – не оставлять призыв. И второе – не переставать взывать к Аллаху. Наша жизнь должна выстраиваться вокруг двух этих аспектов. Говоря призыв или пропаганда, либо привлечение людей к Исламу, я имею в виду призыв к благому. А для этого вам не нужно быть ученым или оратором. Когда вы увидите, как люди становятся на прямой путь посредством ваших усилий, вы и сами будете крепче держаться, заверив Аллаха. Ну и последнее – дуа, дуа и еще раз дуа. Оружие, которым мы так часто пренебрегаем, инструмент, посредством которого мы обращаемся к Аллаху. Если вы страдаете от того, что не можете оставить эти тайные грехи, не отчаивайтесь и не переставайте просить Аллаха о помощи. Аллах меняет ход событий, как пожелает, и этому может способствовать искренняя дуа. Вопрос в том, верите ли вы в это? Есть ли в вашем сердце вера в то, что Аллах способен на это? Одним из аспектов адаба в мольбе – это уверенность в ответе на дуа. Пророк Мухаммад, алейхи саляту вассалям, сказал, «Обращайтесь с мольбой к своему Создателю, будучи уверенными в ответе, и знайте, что он не отвечает на мольбы тех, чье сердце беспечно и праздно». Субтитры создавал DimaTorzok